Добро пожаловать, на мой канал, сегодня, буду рассказывать, про термореле, приобрел, я в Китае вот такую вещь, называется термореле, но судя по реле, он слабее, и я решил усилит, подключив, дополнительно, еще одну, помощнее реле. Вот электронное реле. Вот этот прибор, который я рассказывал, я уже один сделал, и он, у меня работает. Здесь, принцип такой, когда газовый котел отключается, термореле отключает, циркуляционный насос. Котел уже отключился, и когда, температура упойдет до 34 градуса. Прибор отключить циркуляционный насос. Датчик температуры, установлен на поверхности входного крана, система отопления. Сам прибор питается от сети, 220 вольт. С этими кнопками, задаешь нужный режим температуры, здесь их просто не видно. Термореле сработало, и он отключил, циркуляционный насос. Не забудьте подписаться. Вот я уже собрал полностью, сейчас будем тестировать. Датчик температуры, будем нагревать с помощью паяльника. Смотрим на измерительный прибор, он подключен на выход. Термореле, так как показаний нет, термореле выключен. Он должен сработать при температуре 34 градуса. Вот он включился. Теперь, мы будем нагревать второй датчик. Смотрим на прибор. Термореле, включится при температуре 38 градуса. Вот, включился термореле. Этот датчик для принудительного включения. Монтажная схема термореле. Термореле. Второе термореле, он, нужен для дополнительной защиты. Импульсный блок питания на 12 вольт. Датчики температуры. Вилка подключается в 220 вольт. Это выход, сюда подключается насос. Желтый провод, это заземление, рекомендуется подключать. По такой схеме, нет защиты. Но он легче собирается. Это водяной циркуляционный насос. А это дополнительное электромагнитное реле, на 12 вольт. Это термореле, удобная вещь, без вашего вмешательства, сама все делает. Можно и вот так соединить, без дополнительного реле. Но я рекомендую, как здесь показано. Принцип работы термореле. Например, мы настроили на 40 градусов. Датчик закреплен на поверхности краника. И когда краник нагреется, температура будет расти, пока не достигнет до 40 градусов, реле еще разомкнутом состоянии, насос тоже не работает. Температура потихоньку поднимается. И когда температура достигнет до 40 градусов, то электромагнитное реле срабатывает. И водяной насос работает. Если температура упойдет ниже 38 градусов, термореле отключает насос. Электрическая принципиальная схема, это которой я собрал. И вот печатный рисунок. Вот как выглядит термореле. На этом, пожалуй, все. Надеюсь вам понравилось, а я с вами прощаюсь до следующего видоса. Субтитры сделал DimaTorzok